книга открытым оком тема царство небесное рай том 8 вопрос 2036 чем можно объяснить стремление обрести спасения только в монастыре отвечает игнать тихонич лапкин незнанием слова божия и неверием богу его силе спасти в миру как он и учил евангелие от иоанна 17 глава 15 стих не молю чтобы ты взял их из мира но чтобы сохранил их от зла евангелие от мотфея 22 глава 29 стих иисус сказал им в ответ заблуждаетесь не зная писание не силы божией и дойти до этой мысли совсем уж не трудно но вот так привыкли друг другу услышать путь так удобно жить в тишине и в мире не божьим господь мой осудил эту соглашательскую позицию типиконщиков и любвистов мой бог повелевает искать славу от него угождая только ему по слову его его слова так и горят над нами евангелие то она 544 как вы можете веровать когда друг от друга принимаете славу а славы которая от единого бога не ищите житие святого аполинария 5 января кавычки открываются имя сей последний было аполинария когда она достигла совершеннолетия родители и и стали помышлять о том как бы выдать ее замуж но она отказывалась от этого и говорила им я хочу уйти в монастырь слушать там божественное описание и видеть чин монастырской жизни кавычки закрыты житие святого петра чудотворца 3 мая память его кавычки открываются когда родители преподобного приняли иноческое звание а вскоре за ним постриглись в монашество и два брата его павел и дионис то и он подражая им желая проводить одинаковые с ними жизнь также принял иночество вместе с братом своим платоном после сего и преподобный петр уходя от усиленных порой спринять епископство пришел к брату своему павлу в коринф и наложил на себя обет молчания но пробыл в нем только но пробыл в нем один только год не доведший своего подвига до конца так как пришли к павлу в коринф из далекой страны знатные люди и владельцы кораблей и просили его поставить его епископ и брата его причине того что епископ их скончался и по кончине своей он совершал чудеса источая из гроба своего благоухания и изгоняя бесов и исцеляя всякие болезни а также вразумляя тех кто искал этого угроба его кавычки закрыты пахомий великий память 15 мая кавычки открываются однажды когда пахомий собирал тростник для своего рукоделия где ангел господень явился и сказал ему пахомий 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 воля божия чтобы ты служил роду человеческому и воссоединял людей с богом когда ангел господень удалился пахомий остался и смотрел след его говоря это дело господня собрав немного тростника он пошел в свое обиталище кавычки закрыт и ароним стридонский память 15 июня кавычки открыты во время этого путешествия раним по его собственному выражению кавычки открыты на полу варварских берегах рейна впервые почувствовал желание служить богу кавычки закрыты то есть в нем начало то есть в нем начало пробуждаться стремление к монашеству с его обетами девства и бедности кавычки закрыты эфимии новый память 15 октября кавычки открываются нашел и ему нашелся ему и спутник инок фи асти фрикт так же как и он жаждавший высших подвигов иночества путь с олимпа на афон проходил мимо никомедии прибыв в никомедию и ефами был утешен радостным известием что живы все пресны его никогда оставлены им в очень доме желая облегчить их скорбь по разлуке с ним он послал им святой крест и наказал посланному передать им что уже нет более у них родственника никиты а есть инок ефимий который советует и им последовать его примеру плакали сначала родственницы получив от него такое известие но так как велика была любовь их к нему то они впоследствии укрепленные помощью свыше решились и сами последовать примеру и ефимия кроме дочери преподобного которая все время вышла замуж все они сделались и на кинеме агапит исповедник память 18 февраля цитата император хотел наградить святого но преподобный не стал просить никакой другой награды как только того чтобы ему позволено было оставить военную службу и возвратиться к возлюбленной и иноческой жизни император оказал ему в этом содействие и он оставив воинское звание возвратился в ту же обитель где подвязался и раньше конец цитаты георгий епископ амаст скинаем до пар пастиськи это город такой георгий епископ амастийский до память 21 февраля цитата когда он достиг отроческих лет то стало приходить в исполнение предсказания о нем небо он оказывал блестящие успехи светских и духовных науках и родители видя это прославляли бога пришедший в совершенный возраст и окончив образование преподобные георгий оставил свое отечество и удалился в серийские горы здесь он встретил одного благочестивого старца принял от него иноческое пострижение под его руководством стал проходить иноческую жизнь после кончины старца преподобный ушел в ванису и предался здесь суровым подвигом постнической жизни конец цитат зевин память 20 февраля цитата преподобные зевин подвязался на одной горе устроив себе на ней жилище он всю жизнь свою до глубокой старости провел в иноческих провел когда господь прости провел в иноческие выноческих подвигах на одном и том же месте преподобные полихроний был учеником святого зевина и подобно воску сохраняющим на себе отражение прикоснувшихся к нему пальца в жизни своей был полным отображением добродетели своего учителя верить же преподобные не пожелал на себя наложить так как не имея на то примера в жизни своего учителя опасался ввести кого-либо в соглас в соблазн а вместо велик он носил на плечах своих вырванный им из земли корень большого дуба который был так тяжел что его нельзя было сдвинуть с места с двумя руками и этим отягощал свое тело преподобный моисей и дамиан были учениками святого полихрония преподобный моисей подвязался вместе со своим учителем и переняв от него его добродетели жил во всем подражая ему преподобный же дамиан удалился в одну обитель по именем и по имени иера и нашедший там пустую келью стал жить в ней подражая жизни своего учителя в жилище его не было ничего другого кроме небольшой коробочки с малым количеством чечевицы которую он и питался такую великую пользу получились и преподобное сожительство со святым полихрониям и в благочестии окончили жизнь свою конец цитаты макарий колязинский память 17 марта цитата до пострижения в монашество макарий носил имя матфея на седьмом году родители отдали его в обучение грамоте юному матфею она далась скоро и он скоро пристрастился к чтению читая божественные книги он вникал в их содержание и принимал к сердцу прочитанное проводя в супружестве благочестивую чистую жизнь он заключил с женой условия что тот из них кто переживет другого не останется в миру не вступит во второй брак а примет монашество через год после женитьбы матфея умерли его родители а потом еще через два года по воле божией скончалась и его супруга елена теперь матфея ничего другого не желал как исполнить давние свое намерение покинуть мир и принять иноческое пострижение ничто не мешало ему теперь осуществить свое желание немедленно он по заповеди христовой роздал свое имущество нищим ушел в ближний монастырь и постригся в иночество с именем макария конец цитат житие симеона и уродивого память 21 июля цитата послушай меня отвечал симеон я хочу чтобы мы как вышли из мира так и отсюда уйдем на еще более безмолвное пустынное житие ибо с тех пор как облег нас честной игумен во святой сей образ разгорелось мое сердце от некоторого чудесного желания и душа моя никого не хочет видеть ни говорить ни слышать чей-нибудь голос но желает оставаться в полнейшем от всех удалений и в глубоком молчании симеон ответший игумена отдельно сказал ему молю тебя отче ради господа помолись усердно за брата моего иоанна да изгладится из ума его память о жене чтобы вследствие вражеского искушения не оставил меня я истаю от сожаления от разлуки с ним помолись и об отце родившим его да утешит его господь чтобы он не печалился об оставившим его сыне также и иоанн ответший старца в сторону умолял бога ради отче и не забудь святых твоих молитвах брата моего симеона да не удалиться от меня к матери увлекаемые любовью к ней иначе пристань послужит нам местом потопления удивился старец таковой между ними любви и обещав молиться за них благословил их отражая крестным знамением и отпустил с мира конец цитаты я удивляюсь своему народу которому увы принадлежу он на спиртное заменяет воду и в спорах не к христу бежит к ножу чего они пережили за столетия хотя и христианская страна строй крепостной царей убийства плети и квартирантка близкая война умею же работать на земле каких канав нарыло кулачье проели недра и стоит скелет воруют потому что все ничьё когда фамилиями кто-то награждал в управах в сельсоветах с палатами ума пришедший содрогался с нетерпением ждал дрожали под дождём а может шла зима и сколько же фантазий искромётных разнообразия по именам родных по специальности от шапки до подмётки хватались с неба тыкали в земных братались со скотом зверьём и птицей от прозвищ до ругательств подмели от насекомых крылышки крупицы подметили больной здоров велик праправнуки кто смертен кто погиблов а этот сукин сын и блудов граф плевака зацелует злобен милый тупицын стал судьёй он тоже прав куда не глянь бьются родники куда не глянешь бьются родники таланты появляются и ныне всем протопоповым молиться не с руки просвиркиным вещать просвиркиным вещать о божьем сыне до полуобморока можешь удивляться талантливым бездарностям в отвале не перекрестишься в наручниках запястья забыли библию еду пекут на человечьем кале 25 сентября 2003 год Игнатий Лапкин джур нежур джур пекут библию пекут джур